10 декабря, после проведения операции по шунтированию сердца, в Германии умер первый мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Ему было 84 года, и он стал не первым, кто погиб от рук немецких врачей, не доверил себя нашим специалистам и остался бы живым. Своё последнее интервью он дал YouTube-каналу «За углом». Давайте вспомним этого удивительного человека и почтим его память. Юрий Михайлович, вот как вы смотрите на то, что сегодня происходит в Крыму? Я, например, был уверен, что когда Крым вернулся в лоно Родины Матери России, то почти на 100% был уверен, что вам предложат пост руководителя или Республики Крым, или Севастополя. Потому что никто не сделал так много для этих территорий, назовём это этим словом то, что было до 2014 года, как вы. Никто не сделал так много для Черноморского флота, который базируется в Севастополе, строительство домов, поддержание кораблей в каком-то порядке. Почему этого не произошло? Вам были какие-то такие предложения? Нет. Нет? А вы сами внутренне вот хотели... Крым – это же фантастическая земля, его поднять можно было за несколько лет. После Москвы, по-моему, можно руководить чем угодно. Хоть Марсом, хоть Луной, чем угодно. Вот, тем более. Но на самом деле это же мегаполис, крупнейший в мире, сложнейший в мире мегаполис. И вам даже этого не предлагали. Вы знаете, что я могу даже более широко этот вопрос поставить с тех времён, когда Медведев принял своё решение, которое до сих пор является непонятным, за что этот неудачный президент, я имею в виду Медведева, принял такое необоснованное решение. И после этого решения не было мне сделано ни одного, никакого, ни по Крыму, ни по Крыму, ни одного, никакого предложения по тому, чтобы использовать мой потенциал, мои возможности для того, чтобы решать какие-то проблемы в стране. Это невероятно. И для страны. Ну, так получилось. Так получилось. Я нашёл свою какую-то задачу. Я не могу быть без работы. Я не могу сидеть в кресле и смотреть в ящик. Можно сыграть в ящик. Тем более, что там и смотреть-то нечего сейчас. Ну, неважно. Не важно. Это, на мой взгляд, да. Футбол. А, футбол очень интересный. Футбол, спорт. Я люблю не один футбол, скажем, там, теннис сейчас идёт прекрасный, так. Есть что посмотреть. Но в спортивных программах всё остальное действительно смотреть нечего. Поэтому так получилось. Ну, в конце концов, я нашёл себе интересную работу. Интересную с точки зрения практической. Мне было очень интересно посмотреть, как могут выжить в нашей стране фермеры. Это первое. И второе. Я хотел посмотреть, а что нужно было бы предложить власти, государству, для того, чтобы вот то, что называется сельским хозяйством, начало быть на уровне, на уровне, ну, хотя бы средней какой-либо европейской страны. Мы же сейчас в ужашающем положении находимся в сельском хозяйстве. Мы, не понимая сельского хозяйства, радуемся, что мы, там, 100 миллионов тонн производим сельна. Это же не сельское хозяйство. А сельское хозяйство – это сельно, конечно. Конечно, это мясо, это молоко, это овощи, картофель, фрукты. Слушайте, а где всё вот это остальное-то? И те деньги, которые мы получаем, продавая на весь мир, так сказать, этими зерновыми делами, так, это же не компенсирует то, что мы вынуждены покупать для того, чтобы кормить своё же население городов, так, мясом, молоком и так далее, и так далее. Это же несовместимо. Ну, вот смотрите, сейчас же практика такая, что, вот, например, вы говорите мясо, сейчас есть некая фирма очень крупная, которая как раз рекламирует себя как производителя мяса, но закупают-то они вот этих мясных бычков в Канаде, в Австралии, в Германии, закупают бычков и отращивают здесь, получая огромные государственные дотации. Я не буду называть эту фирму, чтобы не поставить кого-то в неудобное положение, но это разве сельское хозяйство, когда завозят за государственные деньги бычков, откармливают здесь год под забой, забивают и покупают новых бычков. Нет собственных... Здесь две вещи есть. Первое, это, безусловно, польза, потому что мы в конечном счёте мы получаем мясо. Другое дело, насколько порядочно обеспечена работа по финансированию этой структуры, которая, как говорится, покупает эти самые бычки, привозя сюда и так далее. Сколько денег государство по льготам, скорее всего, безумные деньги вложили в эту систему. Это второй вопрос. Первый вопрос. С точки зрения потребителя, в конце концов, это у нас? Мясо у нас выращивается? Ну и хорошо. Ну и хорошо. Второй вопрос. Насколько это порядочно сделано? Ну, это будем обсуждать, может быть, в другом, как говорится. Завтра откажутся этих бычков продавать. Это же всё из так называемых англо-саксонских стран завозится. И вот как китайцам запретили продавать детали для хоэвээ, для компьютеров, точно так же могут запретить продавать бычков. Вот ведь о чём речь. В Советском Союзе были стады, уж какие бы ни были эти коровы, вот этой гальштинской породы, помните, какие чёрно-белые ходили, тощие. Но они же, телята-то рожали здесь, от этих коров, никто их практически не завозил. А сегодня же телята же не рождаются. Редко-редко на каких фермерах. Они рождаются, рождаются. Но это для молочного производства. Нет, для молочного, для мясного. Всё-таки в массовом количестве. Для мясного, для мясного, это нужно быть, как говорится, объективным, так, они уже начали, как бы, поколение следующее здесь, в наших краях, выращивать, и получается, и получается. Так что я говорю, сама идея может быть правильная, надо смотреть уже не то, что мы получаем мясо. Мы получаем нормально. Речь идёт о том, насколько по-честному была сделана организация этой системы, сколько денег государство вложило в это, так сказать, это хозяйство. Ну, это вопрос требует, ну, я бы сказал так, своего отдельного, может быть, изучения. Михаилович, вот возвращаясь к Крыму, вот смотрите, ситуация такая сложилась, что те, кто отвечают за политику в отношении Крыма, они, как бы, даже не озаботились изучить ваш опыт. Я имею в виду воду. Все помнят ваше предложение о переброске сибирских рек, воды сибирских рек в Казахстан, дальше в Узбекистан, и продавать не нефть, а получать деньги за воду. И вы сейчас, вот в нашей газете, вот в последнем номере, вот даже вот вы на первой полосе, ваш портрет, рядом с президентом Украины, вот, вы пишете, что можно часть стока воды, вот, из Днепра, через ряд рек, перебрасывать в Волгу, в Дон, и через Томань, через трубопроводы перебрасывать в Крым, то есть, возместить то, что украинцы нам прекратили, поставили плотину. Вот расскажите, пожалуйста, об этой вашей идее, как у Украины, что ли, надо что-то отобрать, что из этого получится, и как это технически возможно? Украина перекрыла часть Днепра, который шел, в первую очередь, для населения, там, пожалуй, только для сельскохозяйственных целей и такого водохозяйствования для населения. Это бесчеловечное решение само по себе, 1,3 кубических километра в год. Для Крыма. Для Крыма. В Днепровской воде, да. Там был сделан специально канал, канал, который обеспечивал, ну, будем так говорить, восточную часть Крыма практически в полном объеме, и сельское хозяйство, и иные нужные населения, людей, подчеркиваю, они взяли и перекрыли, необоснованно. И всю эту воду стали сбрасывать в море. Они сбрасывают в Севаж. Севаж, кстати говоря, не очень это полюбил, потому что Севаж – это гнилое место, так? А сейчас это все уже начинает тоже меняться, экология там тоже начинает меняться. Ну, конечно, соленая вода, причем сильно соленая вода меняется на пресную. Меняется на пресную воду. Необоснованное совершенно решение. При этом Украина получает из России 16 кубических километров воды в год. Один кубический километр – это целая река. А здесь 16 кубических километров воды в год получает Украина из России. Есть две реки – Десна и Днепр. Днепр, правда, приходит сначала в Беларусь, а потом уже идет в Украину. А Десна идет прямо, идет по нашим регионам, дальше в Украину и встречается с Днепром в Киеве. Десна – хорошая, большая река. И когда речь идет о том, чтобы как-то найти воду для того, чтобы все-таки население Крыма могли быть обеспечены, то решение это может быть, если власти или новые власти все-таки продолжать будут вот это бесчеловечное решение остановить воду и не давать Крыму, этим самым, я уж не знаю, какая цель – озлобить людей или оставить их, как говорится, без возможности воды, без жизни. Чем это все можно, как говорится, объяснить у власти? Злоба. Злоба и неразумность. Вот два, так сказать, фактора. Но есть такая река Кубань. Кубань подходит прямо к Тамань. Она не очень сильная. И Кубань в основном идет на ресосеяние. Так? Чеки. На рисовые чеки. Ресовые, так? Вот. Поэтому нужно добавить Кубань в воду. Откуда можно взять Кубань в воду? Только из Дона. Но беда заключается в том, что Дон в последние годы стал сильно мелеть. Там было совсем речка. Совсем-совсем другая река. И нужно сделать так, чтобы Дон стал более полноводным. Сейчас даже баржи, небольшие баржи, уже невозможно идти по Дону. Только маленькие, скажем, лодочки. Вот. Так вот. Есть возможность. Полностью это находится в законном решении власти Российской Федерации отобрать на первый случай 4 кубических километра воды в год из Десны и переправить через небольшой такой пригорочек, по которому, кстати говоря, волоком шли войска князя Игоря, который шел на Волгу. Вот они, свои судежки, они отправляли через этот Волок. Вот этот Волок всего 30 метров высотой, пригорочек. Если, скажем, насос на Десне будет иметь 4 атмосферы, это в каждом доме такая. Самый простой насос. Простой насос. Простой, так. И переправить через этот самый пригорок, так, и направить в Жиздру. Жиздра, хорошенькая речка. Так, быстрая, и она входит в АКУ. Вот туда толкнуть эти 4 кубических километра, и АК становится тоже оживой. Потому что АК снова становится в последние годы еще более, так сказать, даже более... Да, беда вообще всех районов российских. Вот. Это, кстати, помощь для того, чтобы новую Москву обеспечить водой. Новая Москва сегодня без воды оказалась. Не хватает воды новой Москве. Вот. Дальше из АКИ в Волгу, из Волги в Дон. Такая задача еще в советские времена легко, как говорится, планировалась, очень легко. Там уже есть и канал Волга в Дон. Существует, да. Ну, конечно, конечно. Это все вопросы вполне посильными даже для слабого государства. А если говорить о наших возможностях по мелиоративной технике, по гидротехнике, то это все вещь вполне возможная. И дальше помочь Кубани и отправить трубопровод в Крым. Через Керченский пролив. Да. Отправить рядом с мостом по трубе по трубопроводу. Или по мосту. По мосту. Так. И заднюю часть этого самого канала, крымского канала, который уже есть. И использовать его в режиме реверса. То есть не в эту сторону, а в другую сторону. Простейшая задача. Реальная задача. И опять получается 1,3 кубических километра в год. Вода уже из Кубани может идти в Крым. И решить вопрос то, что сделала Украина. Украине нужно подумать. Откройте эту самую Днепровскую воду в Крым. Может быть тогда Россия не будет задумываться о том, чтобы отобрать у Десны 4 кубических километра для первого этапа. А потом, знаете как? Когда понравится, нужно и дальше пойти. А аппетит, он приходит во время еды. Я думаю, что одна угроза, если бы это была какая-то госпрограмма опубликована, озвучена, то одна угроза этого заставила бы, конечно, открыть этот канал, который из Днепра идет. Кстати, вы знаете, что там говорят, а давайте мы это у них будем покупать и так далее. Я знаю эту тему и могу сказать, что вода из Днепра в этот самый Крымский канал шла самотеком. То есть никаких насосных, ничего. Кроме контроля, чтобы была достаточная глубина. Ну и какие-то там, я не знаю, механика какая-то элементарная. То есть не нужно никаких денег. Раньше никаких денег не нужно было для того, чтобы обеспечивать Крым водой со стороны из Днепра. Надо просто эти заслонки открыть, которые перекрывают. Ну там не заслонки, там они сделали дамбы. А, они засыпали дамбы? Дамбы, дамбы, дамбы. О, то есть так как бы нагадили уже по-серьезному. Ну, закрыли навсегда. Но вообще-то, если новая власть Украины все-таки имеет разум какой-то, а не ослепление вот такое в отношении к России, нужно немедленно открыть этот самый. Это, кстати говоря, и ход в политическом, и в человеческом плане. И в первую очередь в человеческом плане. Потому что речь идет о людях, о людях, так? О населении, о сельхозниках, в конце концов, так? Вот. Которых они до сих пор считают своими. Ну да. Крым-то свой. Крым-то загадка. Ты говоришь, что это мои люди, и не даешь им ни деньги, ничего. Илья Михайлович, а почему вы так хорошо выглядите, а? Вот, смотрите, сейчас идет такая дискуссия. Ну да, постучай. Это я дырял. Так вы постучите, да. Да, и я постучу, да. Это же реально, кстати. Сейчас идут дискуссии, вернее, они уже закончились, по поводу пенсионного возраста. Например, я уже неоднократно высказывал такую мысль, что, а зачем вообще назначать какой-то пенсионный возраст? Если человек ощущает себя не пенсионером, а таким деятельным, если у него есть работа, зачем его насильно делать ему название? Есть другие люди, у которых и не 55 лет, и не 65 лет, а которые, да, они такие хилые. В 20 лет уже нужно отправлять на пенсию. Пускай он будет пенсионером. И платить ему эту несчастную пенсию. Скажите, Юрий Михайлович, вот вы как на эту проблематику смотрите по поводу пенсионного возраста? Вот, зная, что вы всю жизнь спортом, теннисом занимались, что вы любите быть на природе, что вы, как говорят, на меду, на собственном здоровье свое укрепляете, вы же, когда вы были мэром Москвы, были и шутки такие, что вы такой пчеловод, и такие были картинки на вас. Все как бы улыбались, но все завидовали, потому что как это, собственные пасеки, в Москву сколько меда приносилось для больниц, для детских школ. Это же сегодня, по-моему, это уже и нет. Нет, по-моему, есть. А еще осталось? По-моему, есть, да. Вы знаете, самое главное там заключалось не только в том, чтобы вот эти ярмарки сделать, чтобы послать туда, пригласить туда, собственно, пасеков. Из пасеки, чтобы пришел человек, а не посредник. А посредник, посредник, это уже не непосредственный человек, который занимается производством меда. Он, он, торговец, и он уже по-другому будет. Во-первых, микшировать мед, а во-вторых, будет продавать его за другие цены. Вот этот ярмарк от меда, она осталась, она, по-моему, два раза в году. Или она вообще беспрестанная. Я бывал на этой ярмарке. Замечательные, как говорят, меда. Но я так к вам, мой вопрос о пенсиях. Зачем это было сделано? Вот для чего? Какие такие вот эти крохи на этом были сэкономлены? Почему нельзя было сделать этот вопрос, дать решение регионам, дать решение этого вопроса своим гражданам? Во-первых, о чем вы говорите? У нас регионы ничего не делают, не решают. Все, закончилось давно. Закончилось давно. Сами регионы имеют полномочия очень ограниченные, очень необоснованно ограниченные. Такие, которые государственная власть, приняв на себя, не реализует эффективно так, как если бы это было в регионах. Конечно. Я помню, при Ельцине же как распределялись прибыли? По-моему, 40 на 60 или даже 30 на 70. А сегодня вот это в госбюджет взаимается из доходов регионов, по-моему, как раз 70. Сегодня уже почти не осталось регионов, которые являются самодостаточными. Раз, два и общался все. То есть из них? Все остальные дотационные, поэтому на двух лапках идти в Минфин и выпрашивать субсидии. Это плохая, это плохой принцип. Почему вот так в России прижилось вот такое либеральное ведение экономики? Ведь есть же экономисты, которые говорят, что есть какие-то другие пути. Есть так называемые какие-то элементы сталинской экономики. Потому что, например, многие задаются вопросом, как в отсутствии банков, в отсутствии западных кредитов при советской власти делалось сотни самолетов в год, пароходы, корабли. Что были какие-то источники денег, но сегодня этих источников гораздо больше и от нефти, и от газа. Почему вот так в России прижилась вот эта либеральная экономика, которую олицетворяют? Такие люди, как вот, например, Голикова. Нет же тут такого, вот с ее стороны, какого-то желания уж совсем, чтобы народу как-то стало легче. Ведь это пенсионная реформа, это ее порождение. Тот же, например, Кудрин. Все люди из этой команды, как они были при Борисе Николаевиче Ельцине, так они и остыли. Почему такая мода? Вот вы знаете, что... Конечно, этот вопрос нужно задать не мне, нужно задать президенту. Монетаризм, так называемый, это игра в деньги. Это желание набрать как можно больше деньги у экономики, у людей и так далее, у природы и так далее. И это вот безумное желание, оно, с одной стороны, дает возможность правительству, власти иметь какие-то ресурсы. А с другой стороны, этот монетаризм, он делает нища... просто нищает первую экономику, экономику производства, экономику сельского хозяйства. Потому что, если взять у экономики, конкретной экономики, заводов, предприятий, капиталистов, в конце концов, все деньги в базис государства, то развития у этой экономики не будет. То же самое с сельским хозяйством. Если все оттуда вытащить сюда и сформировать достаточно большой потенциал рублевых или там долларовых ресурсов, так, это не означает, что ты создал условия для развития страны. Страна начинает, наоборот, ухудшать свое состояние, экономика, а за этим следует ухудшение и ослабление жизни народа. И после всего этого начинает страдать и сам этот монетаризм, сам этот кубышка, которая сначала бы казалась бы большая и можно сделать все, что угодно. Можно и Олимпиады делать, и всякие там футболы и так далее. А в итоге сама экономика начинает деградировать. Ручейки худеют, худеют. Худеют, да. И это все для того, чтобы как-то совместить более или менее равновесное состояние, сделать при уменьшающем потенциале средств, нужно вытаскивать деньги у населения. Если раньше население вносило небольшую часть в бюджет, ну, например, города, то сегодня вот этот монетаризм и его политика приводят к тому, что и со стороны, сдирать со стороны самого населения, становится необходимо больше, больше, больше. И вот сам бюджет становится не бюджетом, где основная масса приходит от экономики, а приходит ситуация, при которой бюджет формируется за счет населения. Население, да. Население. Помните, недавно показали встречу нашего главного налоговика с президентом, и вот меня, знаете, что удивило? Главный налоговик сказал президенту, что мы в этом году увеличили собираемость налогов на 23%. Я как-то себе так и не понял. У нас рост, темпы роста полтора процента. по всем государственным статданным уровень жизни населения понижается, доходы населения не растут, понижаются, а сбор налогов увеличился на 23%. А вопрос у меня следующий вот какой. Вы сказали, что это не мой вопрос, это вопрос к президенту. А я хочу к вам обратиться как члену клуба мудрецов. Мудрецов. Помните, было еще несколько там может быть лет 10 назад все узнали, что вы состоите членом клуба мудрецов российско-японского клуба. Да, вы регулярно бывали в Японии, высказывались по поводу наших вопросов совместных японо-российских. И сегодня опять возникла проблематика вот этого договора мирного с Японией и вот этих двух островков курильских. Только что выступил Лавров, министр иностранных дел, он как раз в Токио находится сейчас и сказал, что нужно срочно подписать мирный договор и только после этого будут у нас какие-то возможности передать острова. Вы знаете, я думаю, что здесь Лавров исходит из той реальности, которая сегодня является действительностью нашей и международной, и японской ситуации. И какие-то, может быть, те принципы, которые раньше выдвигал и Хрущев, и так далее, сегодня уже не могут быть как бы возвращены в те условия, о которых они тогда в 56-м году обсуждали. Так что Лавров исходит из реальности, и это правильно, при условии, если на этих островах не будет никаких вооруженных сил, ни японских, ни каких-то иностранных. Правда, нас уже много раз обманывали, нас много раз обманывали, поэтому надо быть осторожным. Юрий Михайлович, а вот что бы вы посоветовали правительству? Смотрите, рост экономики у нас почти нулевой, ВВП практически не растет. Вот как-то может быть даже отвлекают нас от этих размышлений о росте ВВП разного рода инноваций, например, как вот цифровая экономика, где не нужно там заводы строить, дороги, а какую-то цифровую экономику, которую не потрогаешь, не пощупаешь. Это же так называемый интернет-вещей. Сейчас заговорили об искусственном интеллекте. Тоже безэлементной базы, без каких-то программ. Это же очень сложно будет сделать. Но говорить про это лет 5-6 можно. При этом скоростные дороги, например, из Москвы до Казани не строятся. тема каналов речных тоже не затрагивается. Хотя еще в Советском Союзе была принята программа о том, что можно было водным путем из Балтийского моря добраться до Владивостока через вот эти бассейны рек европейских и сибирских рек. Это все есть. И там достаточно было прорыть канал, по-моему, между Камой и, я забыл, какой-то рекой. Что бы вы посоветовали, чтобы как-то у нас закрутилась не виртуальная жизнь экономическая, а настоящая. Вот чем бурлил Советский Союз, чем бурлила даже Царская Империя в конце 19-го века, в начале 20-го века. Ведь все же бурлило. Как нам-то забурлить? Вы знаете, вы знаете, односложно ответить не удастся, наверное, так. Информационное богатство и развитие абсолютно необходимы. Мы уже компьютеры с вами потеряли из-за нашей идеологии. Помните? Да, считалось, что компьютеры это, как говорится, действия и цели капитализма, а не наши. От лукавого. От лукавого, да. А то же самое мы до сих пор не имеем своих телефонов. Хотя сделаны эти телефоны благодаря Жаресу Алферову, благодаря его изобретению, за что он получил Нобелевскую премию. Нельзя одно отрицать другим. Если говорить о триаде, которая сегодня должна быть сутью жизни государства и работы правительства, это сельское хозяйство. Мы сегодня находимся в ужасающем состоянии в сельском хозяйстве. Дальше. Когда мы говорим промышленности, и мы говорили о том, что промышленная революция уже закончилась. Нет, она не закончилась. Она перешла в новое состояние модернизации государства, в которых еще все это находится в очень слабом состоянии. Это должно быть целью страны. Заводы, фабрики, магистрали, путей сообщения, все это самолеты, все это аэропорта, все это абсолютно необходимо развивать в нашей стране. Иначе мы уже отстали. Михаилович, а вы знаете, что про вас говорят в московских кругах? Говорят, что вы хотите баллотироваться в Московскую городскую думу. Будут в сентябре выборы, и говорят, что вы хотите попасть в думу и сделать там свою фракцию. Вы многозначительно молчите, Юрий Николаевич. Неужели это правда? Нет, это неправда. По крайней мере, до настоящего времени я не думал об этом, так сказать, моменте совершенно. Ну, значит, не следите за политической жизнью. Вас уже столько раз сказали, что вы хотите туда в думу попасть. Ну, потому что не потому, что вы там хотите какие-то революции делать, а потому, что вы очень деятельный человек. Вы, вот даже на страницах нашей газеты, вы постоянно выступаете. Вот другие молчат по поводу переброски воды для Крыма. Никто же про это не говорит сегодня. Никого это начальников нынешних многих вообще не волнует. Даже вот вы начали намного раньше говорить об искусственном интеллекте, о его проблемах, чем начали говорить в нашем правительстве. Вы у нас выступали в газете по этому поводу. По сельскому хозяйству. Может быть, они услышали. Ну, может быть, да. Вот по сельскому хозяйству. Вы же занимаетесь сельским хозяйством в Калининградской области. Скажите, вот очень много в интернете всяких схлухов, сплетен, что среди населения Калининградской области очень сильно желание оказаться поближе к Германии. И что там вспоминают, что это была Восточная Пруссия, что там университет, что это город Кенигсберг назывался. Вам это знакомо или нет? Нет. Нет, да? Нет. Нет, это... Я, например, там живу в глубинке, вот, и там есть, конечно, серьезные проблемы, проблемы трудоустройства, зарплаты, уровня зарплаты, так, но вот такого, о чем вы говорите, нет. Ну, может быть, там среди интеллигенции, с которыми я не общаюсь, так, но, по крайней мере, народ, народ немножечко раздражен, но раздражен по-своему. Как это можно сделать и как это можно изменить в России? Вот больше такая задача. То есть, не местечковая такая проблематика, а все-таки по всей стране. А это правда, что, например, Эммануэла Канта, который там похоронен, называют наш, там, не то, что российский там наш гражданин, бывший, вот, но что это наш человек, типа, почти как русского считаешь. Конечно. Это философа немецкого. И я тоже так считаю. Да? Да. Философ. Философ, и нужно сказать, что его те принципы, которые он излагал, предлагал, так, они очень созвучны нашему народу. Ну да, особенно, что это он изобрел шесть правил того, что Бога нет, и словно в насмешку придумал седьмое правило, которое опровергает предыдущие шесть. Это же о нем. Вот. То есть, был веселый человек. Михаилович, еще раз, вот вы настолько он очень почитаемый. Очень почитаемый. Говорят, очень много туристов из Германии. Очень. И народом, и нашими. Я все время, как только появляюсь в Калининград, а я же далеко от Калининграда, там 120 километров, не наездишь особенно. Вот. Я обязательно приезжаю к Канту и посидишь рядышком. Там есть такой возможность такая на камне посидеть. Вот. Там орган шикарный. Там много туристов немецких приезжает. Ну, разных там. Не возникает там вопрос о реституции, о возврате зданий, домов, квартир, когда-то принадлежащих немцам? Нет. Немцы, я могу сказать, очень дисциплинированно и, как говорится, там и власть, и Меркель заявляла о том, что никаких изменений после Второй мировой войны территориальных она не имеет, и поэтому все эти, если есть разговоры, то государственная власть Германия не поддерживает. В заключении все-таки я вернусь к сельскому хозяйству, а вот ваш колоссальный опыт, он как-то вас требовал? Какие-то вот ходят слухи, что будто бы в Министерстве сельского хозяйства хотели бы узнать какое-то ваше мнение по каким-то вопросам, или это тоже только слухи? Нет, это не слухи. Я как раз сейчас вот в такой одежде я обычно не появляюсь, только когда какие-то официальные встречи. Я только что беседовал с министром сельского хозяйства, я ему передал кое-какие материалы, и по реформе, которую мы предлагаем. И это была больше часа беседа, все по делу, все спокойно. И когда я говорил о предложениях, которые я давно выращиваю по реорганизации, так я скажем, сельского хозяйства, он сказал, что это все тема. Те предложения, которые я им передал, они будут изучены, и наверняка будут использованы. Я очень доволен этой беседой. Ну что ж, это очень отродно. Потому что мы начали наш разговор с того, что власть не востребовала вас в качестве хотя бы консультанта по Крыму, то, где вы 20 лет помогали этой территории. 20 лет вас в Крыму, в Севастополе при одном упоминании Юрия Михайловича Лужков у людей сразу улыбки, это какое-то счастливое прошлое. Оно и настоящее, население Крыма счастливое, но очень многие даже говорили и рассказывали такое мнение, что вот очень жалко, что вас там не оказалось.